Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады сегодня вас приветствовать в прямом эфире передачи «Якутск. Сегодня». И сегодняшнюю программу мы назвали «Прыжок во Вселенную». И она посвящена первому полету человека в космос. Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 году, советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин поднялся на борт первого пилотируемого корабля «Восток-1». Ракета стартовала с космодрома Байконур и обогнула Землю. Один раз продолжительность полета составила 1 час 48 минут. В этот день мы отдаем дань уважения нашему первому космонавту, его героизму и профессионализму Юрию Алексеевичу Гагарину, но и прежде всего большой команде гениев инженерной мысли, создавших космическую отрасль нашей страны под руководством академика Сергея Павловича Королёва. Дорогие друзья, первый полет человека в космос, мировой истории – это еще и смелость человеческой мысли, на которой способен, наверное, только человек. И одним из таких первых, кто посвятил этой огромной, громадной тематике, является Константин Эдуардович Сайлковский. Я, будучи директором школы, всегда 2 сентября посвящал именно ему, сельскому учителю, который прожил очень интересную, одновременно сложную жизнь. Мало кто знает, наверное, что Константин Эдуардович 10 лет заболел скарлатиной, перенес очень тяжело эту болезнь и практически оглох, и, к сожалению, очень плохо видел. И именно из-за этого его не приняли в высшее учебное заведение. И в 16 лет его мудрый, на мой взгляд, отец отправил в Москву, где 3 года он самостоятельно в библиотеке Рязанского музея. Вот он учился в библиотеке Рязанского урмянцевского музея, изучал математику, физику и астрономию совершенно самостоятельно. И практически всю свою жизнь проработал сельским учителем в Калужской губернии. И именно этот сельский учитель вдохновил многих гениев на этот полет. В том числе Сергей Павлович Королев вспоминал о нем. А также сегодня, наверное, хотелось бы вспомнить нашего земляка, соотечественника, вернее. Это Юрий Васильевич Кондратюк, Шаргей его фамилия. Именно в 1916 году, будучи гимназистом, он определил возможность использования лунного разгона блока в качестве четырехступенчатой ракеты, которая была рассчитана им. И именно американцы использовали схемы спирали Кондратюка и полетели на Луну. Эта спираль позволяла минимальным способом затрат количества горючего полететь. И в том числе трасса Кондратюка, которая по сей день называется, они взлетели именно на Луну. Но также, конечно, его судьба является довольно сложной. Но тем не менее, мне кажется, именно эти люди, пережив все тяготы судьбы, позволили человеку взлететь в космос. И вот сегодня мы отмечаем этот выдающийся день. Вместе с нами в гостях в нашей студии Юрий Николаевич Романов, учитель информатики высшей категории, отличник образования Республики Саха-Якутия, обладатель гранта президента Российской Федерации лучшим учителям. И Владимир Ильич Козлов, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории радиоизлучения, ионосферы, и магнитосферы Института космофизических исследований аэрономии имени Юрия Шафера. Дорогие друзья, добрый день. Добрый день. Мы сегодня с вами говорим о такой очень большой космической теме. Скажите, пожалуйста, вот вы помните, наверное, это событие, особенно Владимир Ильич. Вот вы были свидетелем этого события, когда человек полетел в космос. Вот какие были эмоции тогда? Расскажите, поделитесь. Ну, надо сказать, что эмоции переполняли. Я в то время был школьник. Школа находилась на Ленинском проспекте в Москве. И по этому проспекту проезжал Гагарин. Его встречал Хрущев рядом с ним. Он стоял, значит, рядом с ним была его супруга. А нас, школьников, естественно, заперли и сказали, чтобы мы учились. Но мы приложили все силы, чтобы сбежать с уроков. Школа была вся закрыта. Мы сбежали через раздевалку, значит, физкультурного зала. Ну, и окошко открыли, нашли там это самое окошко плохо закрытое. Ну, и, след за нами, вся школа. Вообще, Ленинский проспект был переполнен. Причем, не как потом, когда охрана какая-то, кого-то куда-то не пускают. Конечно, пытались, а ехали они медленно. Я помню, что люди выскакивали с цветами и дарили цветы супруги Гагарина. Вот это вот мне запомнилось. Ну, и, конечно, ну, а дальше, ну, ничего, ну, выговоры объявили. За столь смелый поступок. Да, как положено. Потому что тогда школа была восьмилетка, ну, а мы восьмой класс. И ясно, что комсомольцы, только-только приняв комсомола, и вдруг такой неблаговидный поступок, как сбежали. А вот он как-то повлиял, этот полет, космос, вообще на вашу будущую профессию? Вы все-таки занимаетесь физикой? Да, да, конечно. Очень хотелось заниматься физикой. Правда, я в то время занимался радиолюбительством. И у нас мы все делали приемники такие. Делали, давили корпуса. Это потом можно было из мыльницы делать. Вот, потом диффузоры делали, капсоль ДМШ. В общем, занимались вовсю. Причем, ну, такой ради кружок серьезный был. Я потом... По всей стране были такие серьезные. По всей стране, да, да, да. Вот. И, дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 32 00 66 32 11 66. Можете позвонить, задать вопрос. Вот я не зря вспомнил Сергея Павловича Королева, Кондратюка. Ведь полет космоса, мы часто говорим о Леониде Гагарине, но вот за ним стоит огромная работа большого количества людей, в том числе и школьных учителей. Ведь мы не зря помним слова Кеннеди, как к нему приписывают, СССР победил в космической гонке за школьные парты. Юрий Николаевич, вы один из тех людей, которые вот сегодня пропагандируете аэрокосмическую инженерию в школе. Вот расскажите, пожалуйста, немножко об этом. И как вот вы вот пришли к этой тематике? Ну, может быть, имя, да, моё вот. Я в первой семье, и вот я родился вот в конце 63-го года, в то время пик популярности космонавтов. Первый ребёнок, первый сын. И вот мне дали имя Юрий, да. Может быть, это повлияло или нет. Ну, я с малых лет как-то интересовался. Вот у меня есть фотографии. Вот отец поймал меня за стенем журнала, да. Вот. И там видно, как космонавты стоят. Ага. Очень хорошо видно американские космонавты. Видимо. Это был конец 70-х, лунная эпопея, первые вот такие орбитальные станции. И вот увлечение прямо с шести, пяти-шести лет было. То есть это долгая история, можно сказать? Да, очень долгая история. Всё, я шёл степенями. Артек был ещё. И сейчас как приеду на родину, малую родину, вот старшие ребята над мной семьюются. Вот ты останавливал игру вечером хоккей, нас всех останавливал. И заставлял вот смотреть небо. Ага, вот там всё, ребята, вот спутник летит, вот летит. Иногда вот лекции идём. Наверное, это счастье, когда детское увлечение, мечта становятся профессией, жизнь. Вот мы знаем, что очень большое количество ваших учеников являются победителями чемпионатов концат. Вот расскажите, пожалуйста, вот у нас тоже в студии есть небольшие искусственные спутники. Я вот перенёс аппараты, которые называются «Конца». Да, и вот мы десятый сезон участвуем в сервисском соревновании, которое проводит Московский госуниверситет. Ага, у нас есть успехи. Вот мы начали как раз при поддержке коллег Владимира Ильича. Нам очень помогла, вот, вот, помог за производственным отделом Института космофизических исследований Игорь Владимирович Кистофонтов. Он нам показал, как это всё делать. И вот мы с тех пор с ним тесно связаны. И вот ребята сами выросли, первое поколение консатовцев сами переросли, выросли в педагогов и учителей. Уже? Уже, ага. Вот мы в 2012 году участвуем в этом соревновании. И вот в прошлом году мы выпустили очень такой интересный, сильный состав детей, которые вот росли по ступеням. Все начинали с ракет и закончили вот разработкой прототипов, моделей спутников настоящих. И, в конце концов, они приняли в тестирование, в наладки настоящего космического аппарата. Да, об этом мы получили прекрасное известие. 22 марта Ассен Сергеевич на своей личной странице опубликовал для нас всех невероятную новость. Состоялся пуск ракеты носителя «Союз-2.1А» с космодрома Байконур со множеством спутников из разных стран. И один из спутников был разработан с участием ребят из Якутии. Это выпускники вашей школы, физико-технического лицея имени Владимировича Толарионова Анатолий Антонов и Андрей Петров, а также выпускники Якутского городского лицея Олег Петров. Это же ваши учащиеся. Да, они пробились через сит отбора. Очень жуткий отбор, как всегда, в центре «Сирус». И вот они пишут эссеи, они должны побеждать оригинальных соревнованиях по направлению космическому у нас. Ребята разработали спутники, да. И вот прошли отбор и попали туда. И именно они, следствиемленные ребята, и попали в группу, которая работала с настоящим аппаратом, лётным аппаратом. И эти ребята сейчас первокурсники, но они не бросили это дело. Организовали свою небольшую компанию, даже ДКГ, потому что они выиграли в прошлом году грант, федеральный грант на полмиллиона рублей. И начали создавать свой спутник, малый спутник. Молодцы. Вчера вот они, как первую свою миссию образовательную, они вчера запускали ракеты в историческом парке для детишек. Три бумажные ракеты они запустили одновременно. И вечером даже в новостях это было. Да, Юрий Николаевич, это невероятная история, когда вот школьники с малых лет не просто знакомятся с инженерией, но и создают вот небольшие миниатюры спутников космических. Дорогие друзья, мы снова с вами в передаче «Якутск сегодня». И мы продолжаем тему, посвященную полёту человека в космос 60 лет назад. Сегодня день космонавтики. Мы обсуждаем с Юрием Николаевичем Романовым и Владимиром Ильичом Козловым возможности наших школьников в освоении космических пространств. Вот, Юрий Николаевич, только что вы рассказали нам очень интересную тему, как наши школьники разрабатывали тот спутник, который полетел по-настоящему космос 22 марта в этом году с космодрома Байконур. Вот вы в руках держите удивительный спутник, с которого вот школьники начинают изучать космические технологии. Расскажите подробнее, пожалуйста. Вот этот аппарат называется «Консад». Это прототип, модель космического аппарата. Она взлетает, как и спутник, на ракете. И этот аппарат автономен, работает со своими источниками питания, у него радио и куча датчиков. Вот мы участвуем в соревнованиях «Консады России», воздушная инженерная школа НГУ называется сейчас. И вот ребята должны разработать вот такой аппарат, ограниченный весом до 350 грамм. 350 грамм. Не грамм, а больше. И еще вот параметры спуска на парашюте задаются жесткие, да. И обязательно какие-то вот миссии называются. Ну, измерение температуры, давление по высоте. И еще самое сложное – это поведение спутника в полете. Вот после полета ребята вот защищают то, что они получили, какие данные, да. Вот какие ускорения претерпевал аппарат, какие колебания и так далее, и так далее вращения. Все они должны показать на график, все по-научному. Очень серьезный такой конкурс. И вот я держу в руках, вот не нарадуюсь, да, смотря на этот аппарат. Вот все сделано руками десятиклассников наших, десятиклассников нашего города. Вот у нас есть ребята, которые вот на уровне такого высокого мастерства паяют, да, и программируют бортовую электронику. Это удивительно. А как вот в других регионах вы участвуете в многих конкурсах, а как там вот дети полностью делают, или все-таки там большая роль все-таки педагогов? Где-то вот есть очень сильные педагоги, сейчас вот лидеры в этом конкурсе, это команда из Федосии, из Крыма. Там у них есть очень сильный педагог, тренера есть, радиолюбители сильные. Также традиционно московские школы очень сильные, очень сильные дети. Также вот с Казани выступали, потому что тренеры были из Казанского авиационного университета, досенты, кафедра радио. Кандидаты наук. Вот эта вот интеграция, которую вы тоже здесь в Якутии смогли настроить, когда наука, школа и дети, и вот дают очень хороший результат. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 32-00-66, 32-11-66. И еще один факт, что Малая Академия Наук у нас в Актемсах Англазского района также осуществляет программы, когда вот и учителя, и школьники могут ознакомиться. Да, вот ребятам очень побелось, что как раз они начинали с конкурсов дюнирских, потом перешли на WorldSkills, открылся Кванториум с Космоквантумом, вот с Космоквантумом, вот с Ауролом, здесь, по-моему, на стране еще нет. А вот эти детишки как раз прошли по всем ступеням, организованных нашими, ну, скажем, системы образования. И самое главное, детям безумно интересно, когда они создают продукты, они видят, что он летает, собирает данные и так далее. Они изучают математику, физию, многое другое. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, вот почему мы так пристально изучаем космос? Многие ведь говорят, мы до сих пор не изучили наш мировой океан, нашу Землю, просто биологический ресурс. Почему вот космос такой интересен для науки и для человечества в целом? Ну, у человечества всегда вопрос. Во-первых, человек очень любознателен по своей природе, то есть то, что его делает человеком. Ему, конечно, интересно такой вопрос, откуда все пошло и чем это мероприятие кончится. Ну, а ответ на этот вопрос дает только космос. Вот вы представьте себе, еще где-то в начале прошлого века человечество предполагало, что все звезды – это мы практически то, что видим. Ну, или видим в телескоп. И это в пределах нашей галактики. И с тех пор наши знания о космосе продвинулись очень далеко. Стало понятно, что когда-то наша Вселенная – это не галактика, а именно Вселенная, которая очень огромная, родилась где-то 13,5 миллиардов лет назад, что не только звезды составляют Вселенную, но и космические лучи, в частности, которыми занимаются в нашем институте, это приблизительно половина того вещества, которое мы видим. Но плюс к этому есть еще так называемая темная материя, которая проявляется только в гравитации. И вот то, что мы видим, это всего 4%. А все остальное – это темная материя. И еще большая часть, это где-то 40%, 60% почти – это темная энергия, которая вообще непонятна. Ни что такое темная материя, и человеку хочется этого очень узнать. И, конечно, хочется узнать вообще, а что дальше. Есть ли разумная жизнь где-то кроме нас? Во-первых, конечно, есть и жизнь. Очень большие надежды вкладываются на то, что жизнь есть на Марсе, что жизнь есть на Венере. Это все-таки при жутких условиях, но тем не менее она есть. Поэтому, конечно, космос, наверное, это главное, понимая, что хочет узнать человечество, и даст ответы на многие вопросы, которые мучают, начиная с неадертальца. То есть мы говорим это вообще в целом о развитии природы человека, понимании жизни на этой Вселенной, не только на планете Земля. И, безусловно, конечно, космическая программа, само изучение развивает вообще человечество в целом, потому что очень многие вещи, в том числе микроволновки и так далее, появились благодаря изучению именно этих космических технологий. А вот наш институт, о котором вы сказали, кстати, удивительный, уникальный институт, практически не имеющих аналогов мира, их очень мало, институт космофизики, можете немножко о нём, и почему он в Якутии появился, и где ещё есть такие институты? Ну, институтов, на самом деле, таких, конечно, есть в каждой развитой стране. В Якутии появился, я думаю, благодаря тому, что появился Юрий Георгиевич Шафер, отец-основатель нашего института. Он кончил, он сам иркутянин, кончил Томский университет, после этого несколько лет работал в Северо-Восточном техническом, СФТИ, в техническом институте, тоже в Томске. И потом его направили, когда здесь, вот, в педагогическое, в педагогическое, в педагогическое, превратилось в педагогический институт, его направили сюда преподавать. Ну, я думаю, благодаря тому, что он, вот, учился в СФТИ, именно оттуда, как раз, вот, его интерес к этим космическим случаям. В 35-м году в СФТИ была сделана первая иноосферная станция, первая в России, была сделана в Томске, которая изучала ближний космос, ну, распространение радиоволн на коротких волнах, в том числе, вот такие вот вещи. И сразу после войны, мне кажется, что он даже до войны пытался заниматься, вот, исследованием космических лучей. Сразу после войны он вплотную занялся этим, и в 50-м году он получил Сталинскую премию. То есть они создали за создание... Это очень высокий оценок. Очень высокий оценок. В 53-м году Галина Васильевна Шафер, его супруга, получила Сталинскую премию. Ну, и после этого у нас только были двое, это Дмитрий Данилович Красильников, а Никодим Николаевич Ефимов, которые получили Ленинскую премию. А вот за что они получили, доказав? Значит, Юрий Георгиевич Шафер получил с Галиной Васильевной за создание вот этого прибора и первое исследование космических лучей, с помощью которых вот этого, с помощью этого прибора. Причем у нас, ну, наверное, все-таки первое было поставлено в Измиране в Москве. Но в тот же год, буквально, я думаю, там, какие-то дни или месяцы, когда он поставил вот прибор у нас. Потом он развил этот прибор с Галиной Васильевной и подобные приборы. Даже в Китае есть камера Георгиевича Шафера. Значит... А вот что они изучают? Они изучают приход космических лучей. Вот я вам уже сказал, что половину мы видим как в виде звезд и вещества, а вторая часть вещества... Она невидима человеческому глазу. Человеческому глазу она невидима, но, честно говоря, радиоактивность. Это как раз вот это... И она ежесекундно, ежеминутно падает. Ежесекундно, ежеминутно падает. Но интереснее другого. Хорошо. Мы знаем, что если какую-то частицу, обладающую массой, начать разгонять и приближать ее к скорости света, то энергия становится, может быть, и бесконечной. Вот вопрос такой. Оказывается, она где-то кончается. То есть самые энергичные частицы – это 10-20. Вот, чтобы исследовать эти частицы, Дмитрий Данилович Красильников с Никодимом Николаевичем Ефимовым, ну и также москвичи поддержали, значит, создали вот эту установку в Актёмцах, которая до сих пор работает. Да, ШАУ, ШАУ, который исследует сверхвысокие энергии. В институте есть еще одна установка, которая исследует частицы высоких энергий. Это всем известный человек в нашей республике, Ариан Ильич Кузьмин. Он был и замдиректором в нашем институте, и ректором университета возглавлял. Вот, это вот установка, которую он создал. И она, вот до сих пор, вот эти две большие установки у нас в институте работают. Ну и, конечно, которые исследуют сами косметические случаи. И околоземное пространство исследует у нас еще один так называемый прибор, назовем его. На самом деле, это цепочка меридиональная. Начиная от Котельного, Тикси. Огромная. Значит, да. И кончая Якутска, Маймага. Огромный вклад, на самом деле, в фундаментальную науку и понимание жизни отдает наша наука, институт космофизики. Дорогие друзья, мы вновь в студии программы Якутск сегодня. И с нашими гостями Юрием Николаевичем Романовым и Владимиром Козлом продолжаем нашу тематику, посвященную первому полету человека в космос. Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66 и 32 11 66. Дорогие друзья, сегодня столь большая дата, о котором каждый волнительно может много рассказать. Скажите, пожалуйста, вот с космонавтами вы лично встречались, о чем-либо вы говорили, потому что очень, ну это безумно интересная тема. Я когда сам был в музее космонавтики, очень удивился, что космонавт это и врач, это инженер, это все-все огромное количество профессий сочетается в одном человеке. Это невероятно энциклопедического ума человек. В том числе, наверное, может быть, вы знаете, многие, особенно нюрбинцы, гордятся тем, что Кондратьев Дмитрий Юрьевич, герой России, космонавт, проживал в детстве и учился в нюрбинской школе. Вот вы лично встречались с космонавтами, какие ваши впечатления? Да, ну, как я говорил, у нас директор был Юрий Георгиевич Шафер, и он организовал вот про Гагарина, я не помню. У нас звонок в студии, Владимир Владимирович. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Сегодняшним знаменательным днем, днем космонавтики, нашего Семенова Юрия Ивановича и всех присутствующих в прямом эфире. И, во-вторых, мы очень восхищены результатами наших учеников якутских, которые могут конкурировать с талантливыми умными детьми со всех концов России. Желаем им дальнейших успехов. Спасибо за очень интересную передачу. Спасибо большое. По голосу Натальи, кажется, Семеновна, моя учительница. Учительница Юрия Ивановича Семенова. Спасибо. Ну, как скованная перед телевизором. Я внимательно слушаю. Тема очень-очень актуальная и интересная. Спасибо большое. А я ваш голос узнал. Здоровья вам большое спасибо. Это учитель, который привел меня, наверное, в педагогику и в истории. Спасибо большое. Владимир Владимирович, продолжаем. Ну, так вот, значит, поэтому, вот, начиная с Титова, по-моему, все космонавты перебывали у нас. И я даже вам, я думаю, не открою тайну, что они очень любили отдыхать на Лене. Значит, у нас был такой катер, академик. И выше лобового стекла была фотография. А капитаном на этом академике был Юрий Павлович Королев. Однофамилец причем. И вот, значит, там фотография такая, где два Юрия Павловича стоят, пожимают друг другу руку. И, значит, Юрий Павлович Королев от Юрия Павловича Королева. Вот это вот у меня очень, то есть, я думаю, что они практически все были у нас. Еще телефонный звонок поступил. Да, дорогие. Алло, доброе утро. Доброе утро. Это Алексеева Капитолина Капитоновна. Я сегодня в Сахалайфе тоже свой очередной опус написала про космос и мы. И вот я хочу поздравить всех сотрудников Института космофизики. Спасибо, Капитолина Капитоновна. Да. Спасибо. Спасибо большое. Вот наши телезрители, радиослушатели разделяют с нами огромное вот это вот счастье. Юрий Николаевич, а вы вот в свое время встречались с космонавтами? Да, вот работая. Я начинал свою трудовую деятельность в Институте космофизики. Вот я очень рад рядом оказаться с Владимиром Семеновичем, коллегой тех лет. И да, и в стенах Института космофизики я встречался с Валентином Лебедевым. А Ляхов Владимир был. Леонов? Леонов меня не было. Леонов меня не было. Ага, вот работая вот в аэрокосмическом направлении, да, вот работая вот с детьми в аэрокосмическом направлении, я встречался вот с многими. И, например, Дженебековым, да, он узнал, что мы, о, я там у вас был. Он у нас в Институте был? Ага, да, да, я, кстати, был, ага. И он сказал, у вас там так холодно, как вы там живете и работаете? Он сказал, да, я встречался с... Вот мы приглашали вот с детьми, работали здесь, в Ленском крае, с Александром Лазуткиным. Очень интересный человек. И Каноненко был в Малой Академии. Ага, и Олег Каноненко был, ага. Также я встречался в Артеке с Сергеем Лизянским, нового поколения. Вот еще бывал в Центре подготовки космонавтов, и вот я удивлялся виду космонавтов. Ага, это какие-то вот явно такие отборные люди. Ага, сразу видно по виду, видно. Но я дорожу вот тем, что вот я виделся, здоровался, немного поговорил. А одним из первых космонавтов, это Борис Полынов. А мы мило поговорили в Центре подготовки космонавтов. Прямо его встретил на улице. Но они удивительные интеллектуальные лидеры с удивительной культурой. Поэтому я вот обращаюсь к нашим дорогим учителям, детям. Хочу сказать, чтобы быть космонавтом, надо быть огромным энциклопедистом. Понимать и в биологии, и в физике, и в химии. Во многих отраслях человеческой, так скажем, деятельности, науки. Вот удивительно, я помню, однажды, одним из последних интервью, Рей Бредли, это американский писатель, известный по антиутопии 451 градус, по Фаренгейту, циклу рассказов, марсианские хроники, сказал вот удивительную вещь. Когда у него спросили, почему мы до сих пор не в Марсе, он ответил, потому что люди, идиоты, они сделали кучу глупостей, придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде айфон, не получив замене ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развили науку, освоили Луну, Марс, Венеру, кто знает, каким бы был этот мир. Человечеству дали возможность бороздить космос, но он хочет заниматься потреблением, пить пиво и смотреть сериалы. Это Рей Бредли сказал. А вот какое сегодня ваше мнение? Вы с ним согласны, не согласны? Вообще какие перспективы развития науки в этой области изучения космоса? Ну давайте начали. Я вот как раз сейчас вспомнил, да, вот это меня задело. У нас очень большой объем неиспользованного потенциала подрастающего поколения. Именно вот мы вот, это совсем маленькая доля того, что могут наши дети. У нас и республики, и стране очень большой потенциал, который мы еще не испортим, не показываем им полностью возможности науки, технологий. Я очень надеюсь, что вот этот год науки и технологий поможет приблизительно наших детей прикоснуться нашим детям к реальным таким новым вещам, новым технологиям. Вкусить в жизнь, так скажем, реальность, возможность науки. Да. И в этом огромная роль учителей, родителей, я вот на что обращаю особое внимание. Можно я два слова добавлю? Вот мне кажется очень важным, у нас есть такой политехнический лицей в городе. И вот это вот политехническое образование, которое, ну как бы начало развиваться, причем он же не один, есть целая сеть лицеев по республике. И вот ходя к ним на соревнования, и вот мы как бы судим там рефери, выступаем для «Шаг в будущее», вот они готовят. Вот мне кажется, что вот это направление очень важно. Вот правильно было сказано, что детям надо давать возможность не только учиться, как бы формулу учить, там тексты учить, язык, там литературу, историю, но и работать руками. Вот ведь если вспомнить, человечество же отдавало в подмастерие как-то раньше-то. И с малых лет, то есть люди начинали уже что-то делать своими руками, там хоть у художников, хоть у всех. А вот у нас вот, ну начинается, ну, наверное, где-то с седьмого класса, что ли. Вот раньше бы начать, то есть школьника учить, руками работать, а не только там, как у нас принято сейчас учиться. Мне кажется, что вот в плане того, что сказал Рэй Брэдбери, мне кажется, что вот это вот направление было бы интересно, если бы как-то, и то, что вот есть кружки, ведь я хотел бы сказать, да, ракету делаем, но ведь там есть два направления, ракетчики и программисты. И вот эти вот, я помню программистов, когда мой старший сын там начинал, он уже старенький, вот, и младший, значит, они начинали заниматься программированием на калькуляторах. Да, а сейчас как согнули. Вы понимаете, калькулятор, на котором там какие-то игры изобретали. И вот в нашей-то республике как раз это направление получило очень широкое развитие. Ведь, посмотрите, у нас же так чуть ли не международный уровень есть. Дорогие друзья, мы сегодня говорили с вами об очень интересную тему. У нас в гостях были Юрий Николаевич Романов, учитель высшей категории, физико-технического лицея Владимир Ильич Козлов, научный сотрудник Института космофизики. Безусловно, мы прекрасную, удивительную тему затронули. Это развитие космоса, она до сих пор актуальна, интересна детям. И я призываю всех родителей, учащихся педагогов, смело мыслить и позволять нашим детям участвовать в таких удивительных проектах, как «Консад», чтобы они могли, возможно, в будущем как-то принимать участие в изучении всей планеты Земля, в космосе и многих других пространствах. Безусловно, это очень интересно, вдохновляет и воодушевляет наших детей. Еще раз, дорогие друзья, с этим удивительным праздником, апогеем победы нашей советской науки и мысли человека. До новых встреч в программе «Консад». Субтитры создавал DimaTorzok